Давайте прочитаем текст длиною в шесть стихов, книга Откровения, третья глава. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял, и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. И ты не узнаешь в час, который найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежь своих, и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. «Побеждающий обличется в белые одежды, и не излажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам». Итак, дорогие друзья, сегодняшняя тема так и будет называться. «Имеющий ухо дослышит». Правда, звучит как-то не совсем обычно. Кажется, все имеют уши, все имеют возможность слышать. Но Библия пишет, что иногда бывает так. Видя не видят, и слыша не слышат. Кто-то, быть может, спросит, а почему именно взята эта церковь? Перечитывая Библию, я прочитал все обращения ко всем семи церквам. Самое страшное, на мой взгляд, обращение – это было к ангелу, к пастору Сардийской церкви. И вы знаете, это как-то устрашило меня. И я начинал размышлять над всем этим. Но коль говорилось к пастору, следовательно, относятся и к пастве. Не правда ли? Что же за пастор, если нету паства? И правильно говорят. Какой пастор? Такова и паства. Тут уже все взаимосвязано. Церковь в Сардисе. Я пошел к источникам и посмотрел, что пишут сегодня богословы об этом городе. Город Сарды, главный город Лидии. В этом городе был известен храм богини Цибеллы. На этом месте сейчас, слышите, маленькая, бедная турецкая деревня. Господь напоминает пастору, да и церкви, так богословы пишут, что Бог – даятель всех благ. Великий как бы выговор или упрек, хотя и состояние плохое, но еще Бог дает шанс. Никакой тайны нет. Мы читали. Знаю твои дела. Бедительность и перемена исправят дело. И к тому же покаяние. А потому есть надежда, есть будущность. Все, кто сохранил и не осквернил своей одежды, Бог даст свои новые одежды, еще к этому новые одежды. Итак, все победители будут представлены Богом, к Богу и ангелам Его. Обращение к Саргийской церкви, она пятая в списке, самое строгое и даже страшное, как я уже сказал. Хотя не менее тяжело написано и в последней Лайдикийской церкви. Там написано, ты не холоден и не горяч, а следовательно, тепл. Но сегодня поговорим именно об этой церкви. Правда, что всем другим церквам, если посмотреть, и всюду написано, если говорить Ефесской церкви, знаю твои дела. Ну, это всем церквам. Но посмотрите, первое из них написано, знаю твой труд и знаю терпение. Ну, уже неплохо. Бог видел и знает. Слава Богу, Бог знает мой труд и мое терпение. Хорошо. Вторая церковь, Смирская церковь. Знаю твои дела. И скорбь, и нищету. Опрочем, ты богат. Довольно-таки и неплохо, не правда? Немного ты имеешь, но ты богатый. Конечно, речь идет о духовном богатстве, которое имела эта церковь. Третья церковь. Третья церковь. Пергамская церковь. Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны. И содержишь имя мое, и не отрекся от веры. Тяжело тебе. Престол сатаны. Но ты содержишь. Ты от веры не отрекся. Ну, неплохо ж, правда. Хорошие все-таки, более-менее свидетельства, хотя бог каждой церкви дает свою некую ориентацию. И вот ангелу Сардийской церкви, церкви говорит, знаю, ты носишь имя, будь то бежил, но ты мертв. Страшно как-то. Давайте посмотрим седьмая церковь, филадерфийская церковь, то есть шестая. Знаю твои дела. Ты немного имеешь силы. И сохранил слово мое, и не отрекся от имени моего. Ну, слава Богу, хорошо. А теперь, ладерфийская, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но если тепл, то я изверну тебя, Иисус Моих. И вот, одна из церквей, на которую сегодня мы обратим наше внимание, Сардийская церковь. Понятно, что обращение ко всем церквам было важно. И мы заметили, и если читаем дома, дальше посмотрим описание, каждой церкви было обращение. Каждая церковь имела свое духовное состояние. И каждой пастору, понятно, как и все мы в церкви своей, вот приятно, когда группа прославления трудится, когда братья-служители готовятся проповедниками проповедовать, поют, рассказывают стихотворения, воскресная школа, а все остальное идет, ну, слава Богу, что все хорошо. Но каждой из церквей Бог сделал свою персональную оценку. И оно звучит, знаете, очень убедительно. «Знаю твои дела». И никто из людей, поверьте, не может сказать ничего, потому что, если я сегодня скажу кому-то из вас, что я что-то знаю, что-то знаю, а большинство я и не знаю. Хочу, конечно, сказать вначале, мы часто можем думать о себе, как, вероятно, может быть, и пастор этой церкви, да и церковь в целом думала, что дела намного получше. Библия говорит так, и пастору, и всем. «Думайте о себе как? Кто помнит? Скромно. По мере веры, какую каждого Бог уделил. Это Бог уделил. А если веры не уделил много, ну, так и думай, соответственно тому, что ты имеешь. Потому что Он знает наши дела». Итак, церковь в городе Сардисия. В этой церкви был пастор. Он же здесь назван, как ангел церкви. Уже мы заметили и точно знаем, что Господь видит и добрые, и плохие дела. Ну, скажу вначале так. Добрые дела всегда похвальны. Их любят люди. И не только. Их видит, знает Господь. И Библия нас призывает, чтобы мы богатели добрыми делами. И мы это очень хорошо знаем, но часто вспоминаем, редко тогда, когда уже кого-то провожаем. И дела наши или того, кого мы провожаем, уже пошли или пока живем, идут след за нами. Для меня это звучит дивно, не знаю, как понимаете вы. Но, оказывается, за каждым из нас все наше богатство ходит с нами. И никуда от этого не деться. Вопрос, как они идут? Не знаю. Знаю то, что наши дела, не дела даже моей жены идут за мной, нет. Мои за мною, ее за ею. И каждого из вас. И поэтому здесь мы как-то можем в жизни помогать друг другу. А вот ответственность персональная от Бога ложится на каждого из нас. Но вопрос у меня. Коль Бог делал оценку, так многим ли из вас хочется делать добрые дела? Ну, вы скажете, какое? Делать добрые людям. Сказать добрые людям. Забыть злое. Кто-то вас встретил, извиняется, брат, сестра, забудь. Я забыл, чувствую себя очень свободно. Я люблю тебя. Слава Богу. Ну, и на душе хорошо. И вам, и тем более тому, кто так сказал. А еще если попаститься, а еще если помолиться, а если проведать, а если поддержать, а если помочь финансами, а если послужить церкви, воскресной школе, прийти на молитву и помолиться о себе и в целом о церкви. Но знаете, что я часто слышу? Пусть кто-то другой. Не так много охотников есть, чтобы делать Божье дело. А Господь же делает целом оценку для всей церкви. И мы все составляющие. И мне приятно, вот я смотрю, как Павел переживает, волнуется, реализовывает, ходит, слушает, наблюдает. И это очень хорошо. Время от времени ему нужно отлучиться. Но зато караван пойдет. Они уже знают, что им делать, их учат и уже чему-то научили. Не правда ли? Похвально. А как радует сердце родителей, когда вы видите, ваши дети здесь поют, играют, молятся, благословляют имя нашего Господа. Скажу статистику не мою, статистику пастырскую. Десять, пятнадцать процентов людей в церкви делают всю основную работу. Остальные где-то там немножко понемножку. А основное все держится на таких людях, которые захвачены тем, чтобы делать Божье дело. Послушайте, а что мешает? Я вам скажу, что мешают часто, если есть обиды, если есть злоба, если есть недовольство, если есть зависть, то тогда вот эти проблемы освобождают людей. людей, но не освобождают заслуженно, неправильно. Человек чувствует себя в неловком положении и говорит, я не буду. И никогда никто искренне не говорит, я не буду, потому что я обидел кого-то. Нет, так никто же не скажет. Времени нету, что-то болею, занят, мы найдем, как Виталий проповедовал, мы найдем другие оправдания. Несвобода очень много сделает для нас и не в лучшую сторону. Несвобода закроет хлебопроломление. А мне сказали, хорошо, а если я все равно участвую? А послушайте, описание же как говорит, мы можем для людей создать видимость. И мы сейчас ниже поговорим об этом. Но Библия говорит, что если кто участвует недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Больше того, скажу очень смело, что каждый из нас находится под наблюдением Божьего ока. Бог наблюдает. Бог видит каждого. Бог видит и очень ценится то, что сделано доброе, но в тайне. Не открыто. А это знает Господь. И это дело обязательно следует за такими людьми. Более чем-то чем-то другим. Помните, Давиду было сказано как? Ты сделал тайно, а я сделаю явно. Скажите, я сделал? Сделал. Плохо было Давиду. Но Бог так сказал, так и сделать. Поэтому мы, друзья, дорогие, на пути нам наблюдать. Больше того, скажу здесь. Библия пишет, кто-то как-то по-своему оценивает. Давайте вам дастся. И более того, Библия акцентирует и говорит, рука дающего что? Не оскудеет. Поверьте, Господь обязательно восполнит это. Так много тайных. Плохих дел, очевидно, может. Но их тоже видит Господь. Часто мы можем думать о ком-то очень хорошо, не правда ли? Но если посмотреть, а если бы увидеть, как видит Господь, часто мужи Божьи ошибались. И выбирая в царе, помните, ориентировались на рослых, на таких уже взрослых, а Господь избрал юного, белокурого, красивого, Давида, который пас овец. Его от овец привели, и этот человек был представлен для того, чтобы в дальнейшем возглавлять царство. Бог видит. Бог видит не только дела, но видит помыслы, и видит, и слышит слова. Более того, скажу, Бог видит наше сердце. Никуда. И написано, плавильно для серебра, и горнило для золота, а сердце испытывает, проверяет Господь. Более того, написано, если можно, покажите Иеремии 17, 9, 10. Иеремии 17, 9, 10. Там написано, лукавое сердце сынов человеческих. Более всего, крайне испорчено. Кто узнает его? Библия говорит, я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности. Читайте дальше. Бог один видит Бог один наблюдает, видит все. Библия дает оценку одному мужу Божьему, ну, редкий человек, наверное, один всего был такой. И ходил енох пред Богом и что? И не стало его, потому что Бог взял его. Если вы меня спросите, как ходил енох, я знаю как, я вам скажу, это моя оценка мудра, очень мудро ходил енох, поэтому Бог взял его. Но не всегда мы так думаем, не всегда мы правильно видим, но нас видит Господь. давайте в свете вот этого отрезка священного Писания, который мы читали в Сардийской Церкви, наверное, в Церкви люди видели по-разному. И часто мы в нашей жизни тоже видим по-разному. Давайте я постараюсь вам описать четыре человеческих лица, как часто мы можем видеть и правильно ли видим. Иногда Бог задавал вопросы и говорит, что видишь ты? Говорит, вижу отвес. И знаете, как Бог говорил? Правильно, ты видишь. Иногда в нашей жизни мы можем заблуждаться и не так видеть. Итак, первое, какое воображение складывается у нас, когда мы с кем-то впервые встретились. Люди, которые нас встретили очень вежливые, одеты красиво, говорили правильные слова, пригласили к столу и у нас сразу же и порой я вот прихожу в какую-то семью, где-то в гостях бываем и говорю, хорошие люди, шепчу, да, в доме хорошо, дети правильно себя ведут, встречали правильно, а после общаясь с пастором или с деконом церкви, говорю, мы посетили такой-такой дом, ну и что? Говорю, ох, и хорошие люди, хорошие? Говорит, а ты их много знаешь? Вот, только мы знакомились и угощали. Так вот, послушайте, не буду говорить дальше, наверное, вы начинаете понимать, первое воображение наше не всегда может отражать действие того, как есть на самом деле. Тем более, если люди улыбаются, иногда могут даже искусно улыбаться, мы можем заблуждаться. Скажите, можем? Можем. Да, действительно, я в своей жизни такое видел. скажите, второе лицо, когда мы с кем-то долго живем. А что же мы тогда видим? Ну, тогда уже видим все. Уже мы знаем, как будут говорить, уже мы знаем, как будут себя вести, и даже люди в мире сложили пословицу, чтобы хорошо человека узнать, надо съесть сколько соли? Пуд. 32 килограмма. То я не знаю, вот у меня нету, статистики не успел. Интересно, после загуглите, посмотрите, проверьте, сколько в среднем человек съедает за свою жизнь соли? Может быть, даже и столько не съедает. 32 килограмма. Вот если столько съел, значит, ты человека узнал. Следовательно, наша оценка человека будет тогда более правдивой, более правильной. это когда мы живем вместе. Поэтому, и говорят люди, встречают по одежке, а уже провожают там уже и по уму, и все совершенно, все совершенно по-другому. Надо сказать, что в семье очень все знают друг друга. Ну, папа знает маму, мама знает папу, дети родители, как мы не можем, может, даже порою маскируемся, что-то там прячем, поверьте, оно все равно становится достоянием. Так вот, третье лицо. Третье лицо это то, что я вижу сам, что я думаю сам, это я так. Я о своем лице делаю, я смотрю в зеркало, делаю себе воображение, и что интересно, так и в моей жизни было, наверное, в вашей. Вы пришли расстроены, у вас что-то не получилось, или вы с чем-то задумались и о чем-то размышляете. Вам могут сказать ваша жена, что ты там думаешь? Да, думаю. Она говорит, я знаю. Нет, не знаю, что я думаю. И не скажу. не можем мы знать, то есть дать наше знание кому-то. Кто-то может думать, но нет, абсолютно нет. Но надо сказать, что то, что даже как мы думаем себе, Бог знает лучше. Правда, для нас это известно. 1 Кориффе 2,11. Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого живущего в нем. Вот мы то о себе понятно знаем. Вот поэтому мы часто можем варьировать, можем прятаться, можем что-то придумывать, можем быть неискренными. Четвертое лицо. Четвертое лицо это будет даже уже, что это к церкви относится тоже, что даже часто мы не видим того, что видит Господь. А Он о нас знает еще куда лучше, чем мы знаем. Мы даже часто говорим, ну я же себя уже очень хорошо знаю. Я скажу вам, а чему мы можем ошибаться? Часто анализируя нашу жизнь, мы можем давать себе оценку завышенную, не совсем точную, не совсем правильную. Ну, скажу так, мы можем думать, что я самый способный, мы можем думать, что я умнее, мы можем думать, что я быстрее, я красивее, сильнее, богаче, и можно список расширять очень. Это так мы можем думать. А Бог говорит, совершенно по-другому. И, наверное, Он бы расставил, если бы нас всех как-то в своем порядке совершенно не так, как бы мы того хотели. Поэтому то, что мы о себе думаем, то, что мы верим, это одно. Более того, многие христиане думают и ошибаются, скажу сразу, что дружить с мирскими семьями, людьми это ничего плохого не принесет, скажу вам. Много, очень много беды принесет особенно семейным людям. Навредит много. И Библия пишет дружба с миром вражда против Бога. Или еще не обманывайтесь худые сообщества мирские разращают добрые нравы. И мы уже проверили. Если только мы разрешили нашим детям ночевать где-то, им обязательно что-то покажут, им что-то предложат, им что-то расскажут, они увидят куда больше того, чем мы им разрешаем родители. И тем более, чем они знают, чем разрешается это в церкви. поэтому часто, когда мы в нашей жизни как родители пропустили, ай, ничего страшного, вроде бы хороший. Я слышал его в одном, так говорили, вот он и в церковь к нам изредка приходит, вот и он ведет себя, и такой вежливый, и я его знаю, он к нам в офис приезжал несколько раз, и вдруг слышу, да не, а там знаете, теперь не только курят, как-то хука, не знаю, что такое толком, шланга там, еще там что-то, и такое у него оказывается дома есть. Я его спросил, скажи, а это что в самом деле, говорит, да, а что тут плохого? Боже, сохрани, для нас это вообще это страшнее страшного, для него все хорошо, и думаю, так подожди, а если кто-то из молодежи нашей церкви поночевал в этом доме, угощали, предлагали хорошую еду, все было хорошо, но вдобавок предложили и такое беда. Какая беда? Дети мало увидели, родители не увидели всего этого. Поэтому, а вот послушайте, так а что же видел ангел этой сардийской церкви? Бог к нему обратился? Мы посмотрели, вот как мы видим, какие мы, что мы из себя представляем, искренны, неискренны, правильны, неправильны, много нас знают, немного знают. Вы знаете, когда мы часто людей провожаем, тогда все говорят, очень-таки хорошие, ну хорошие говорят, никто плохого не вспоминает. как же видел пастор этой сардийской церкви? Я не думаю, что он видел так, как было сказано. Наверное, он рассчитывал, что церковь, как церковь, ну живая, ну пусть не супер, но все-таки трудятся, что-то делают, служат Богу, ну слава Богу, как бы, наверное, какое-то удовольствие, может быть, было у пастора этой церкви. Ну интересно то, что Бог говорил и сказал, что ты думаешь, обманывайся, ты думаешь, что ты живой, церковь твоя живая? Нет. Я говорю, что ты мертв, поэтому пересмотри свои дела. Твое состояние плохое, но надо подчеркнуть, но не безнадежное. У живого вроде все хорошо, не правда ли? Это уже Бога. А у мертвого уже ничего нехорошо, там уже никакой жизни нет. И если говорит Господь, предупреждает, если мы говорим, что если умирает человек, все закончилось, то в духовном свете есть еще время, возможность, если ее дает Господь исправить. Поэтому пастор, очевидно, ошибался. Следовательно, он обманывался, и это звучит очень-таки ужасно, он думал, что живой, а Бог говорит, мертв. Поэтому, что для нас? Для нас тоже. Может, мы о себе думаем, что мы такие, вроде, правильные, а Бог говорит, но, поправ свое состояние, делай Божье дело, трудись в церкви Господней, молись, иди в дом Божий. Ну, не буду говорить, если бы кто пришел в пятницу на молитву, вы бы увидели, кто ревностен, и кто хочет служить, и кто хочет, за кого молиться. А подумайте, а остальные где? А разве нету нужды? А разве нету переживания? А разве мало проблем мы имеем в наших домах, семьях? А если хорошо у кого-то, поднимайте руки, придите в дом Божий, поблагодарите Господа за ваш дом и помолитесь о всех других. Прошу вас, имеющий ухо дослышит, откройте уши, пожалуйста, время последнее. А что если случится? Бежали с этой благословенной страны, и если так произойдет, как однажды слышал, пришли мы с чем-то, много сумок привезли, лучшего всего, а вы едете ни с чем. Что тогда будет? Какое духовное богатство мы запасли в нашей церкви? Ты говоришь, ну интересно, очень сходное описание лагикийской церкви, последняя церковь, как бы, отражает наш период, так богословы говорят. Ты говоришь, я богат, пожалуйста, покажите откровение 3, 17, 18, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок ниш и слеп инак. Скажите, а что здесь? Я думал, только в одной церкви ошибаются. Ну, сардийская церковь, пастор ошибся, и в церкви подумали, что все хорошо. Но, послушайте, церковь нашего времени, которая отражает, как бы, нас, говорит нам похожее. Ты говоришь, что я богат, разбогател, и даже ни в чем не имею нужды. Ну, оценка какая? Одна из лучших оценок. А послушайте, оценку Божья. А не знаешь, что ты несчастен, они знают, что ты ниш и слеп, а ты еще к тому же раздетый, как случилось так, что ты оказался в таком положении. Благо, у людей с такой бы оценкой, мы бы сказали, все, шатдаун, дверь закрыта, не захотел ты служить, ничего из тебя не получится. А вот голос Божий, смотрите, что пишет для нас в 18 стихе. Советую тебе, не приказываю, о нет, советую тебе купить у меня золотом огнем очищенный, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Вот вам весь перечень, что нужно сделать, ты говорил, богат, нет, ты беден, ты можешь обогатиться, ты можешь одеться, ты можешь помазать глаза твои, чтобы ты видел, видя не видят, слышите? И одежду тебе надо одеть чистую, новую, хорошую, благословенную. Еще раз повторяю, Бог советовал, а не заставлял. Итак, представляете, не видел ангел этой церкви, что будет. А я скажу, а что же видим вы, мы, в нашей жизни? Неужели мы хотели бы петь песню, которая редко сейчас поется? Я только листья принес. Листья принес. А кто-то что-то нес? Нес. Другие несли золотые снопы, много душ привели Господу, а я только листья принес. Печальная ситуация, мы часто не видим этого, мы много видим, но не то, что нам нужно видеть. Поэтому скажу, оценивайте каждый себя, так много в церкви наблюдателей, а Библия говорит, наблюдай за собою, так много в церкви все видят, так много в церкви все знают, так много в церкви все могут, но, а я работать не хочу. Я знаю как, но работать не буду. Поэтому посмотрите, каждый на себя, я на себя, таковы ли мы, чтобы нам не ошибиться и подумать, а какая же оценка, надлежащая оценка будет от глаза Божьего. А если нет, посмотрите на себя с другой стороны. Позовите, чтобы вам помогли посмотреть. Пригласите в ваш дом пророка Господня, истинного пророка. Вы знаете, я посетил как-то с нашим пастором еще в Крымом Роге один дом, семья, 16 детей. Он вроде духовный, браток, читал Давида и вычитал. Господи, посмотри на меня и зри, не на опасном ли я пути? И после мы всю ночь сидели, он нам рассказывал, что он натворил этим словом. Когда он только сказал, мы сразу ему говорили, я помню, убеждал. И не побоялся ли? Нет, говорит, я не побоялся помолиться такой молитвою. И пришел Господь и посмотрел. И вскоре дом сгорел. Дети болели. Да даже когда мы приехали, свой его конь хороший, жирный такой, дети бегают, там, под тем конем пробегают, он какой-то такой ручной, ну, свой. И вдруг с того несего ногою дрыгнул, и ребенку два года череп лопнул, приехала скорая, и женою поехал ребенок в больницу. Мы молились Господу, поднимали руки. Он думал, что у него как бы неплохо Бог скажет, что молодец, брат Степан, у тебя хорошо. Но Бог помиловал его. ему в одном из селений, куда мы приехали, дали большой дом. Все места как бы хватало. Дали работу, одна была работа кузнеца, а он говорит, я к лошадям никогда не прикасался подковывать надо их. Пришел ангел Господень, он каялся после этого, пришел ангел Господень и учил его, как подковывать, научил за ночь. Он два раза повторил. Деды утром принимали у него экзамен, как подковывать. Ангел рассказал все, как брать, где бить. Ну, это вообще чудо Божье было. И мы так радовались за него. И он говорил, и я, говорит, посмелел и думаю, ну, сейчас уже я лучше. И дерзнул опять несколько слов сказать Богу. Пошел на работу. Подошел к нему один дедушка и говорит, ты что святой тут? Дом большой получил, работу получил. Ты что так воображаешь, что ты такой святой? тебе денег больше платят. И подошел к нему и так уже настоятельно. А брат Степан до двух метров ростом, кулак хороший. Вот так сверкнул, взял, свернул его, размахнул и этого дедушки поехал. Где Акан церкви был? Церкви наказали. Все закончилось. Видел себя неправильно, друзья дорогие, никогда никто из нас не должен переоценивать себя. Ты носишь имя, будь то жив. Помните и знайте, что Бог хочет, чтобы мы смирились, и Он вознесет нас в свое время. Помните и знайте, гордого Бог видит издалека. Так какие же люди все-таки были в этой церкви? Вот мы прочитали отрезок священного писания. Давайте посмотрим, какие были люди. Думали, что они живы, но они мертвы. Так можем мы иногда выдавать. И наверное, вас всех помнится одна интересная фраза. это тоже когда провожаем. Смотри, смотрится как живое и даже улыбается. Но какой? А мертв уже. Уже ничего, ничего сделать не может. Когда Адам и Ева ходили, Бог предупредил их, пожалуйста, от этого дерева не можете кушать. День, который кушишь, было сказано, что смертью умрешь. У меня вопрос, а почему ел Адам плод? Сказал бы, я не хочу. Я думаю, потому. Ева ела и что? И не умерла. Пришла к Адаму, и ела такой плод. Ты посмотри, я уже знаю, теперь намного вижу больше. И Адам ел. Не умерла ни Ева сразу, не умер ни Адам. Они видели себя совершенно неправильно. А Господь видел совершенно по-другому. Мы увидели вскоре, о, подожди, так мы ж не одеты, и уже себе что-то там листья шьют, уже себя прячут, укрывают, от Бога прячутся. Дорогие друзья, наша оценка может быть совершенно неправильна. недавно читая одну из брошюрек, нашел следующее. Был ураган и много деревьев повалилось. Верующие люди встали и видят их. Абрикоса большая наполовину раз, и одна часть стоит, одна на земле. Это было к вечеру. они взяли и отрезали эту часть. Там замазали, легли спать. Встает утром, что вы думаете? Солнце пошло, все видят. Это ветвь, которая половину почти дерева лежит на земле. Вот за немного солнца за ночь ветви уже почти все раскрылись и аж расцветает. А на дереве все еще так. Но вопрос браток объясняет и говорит так послушайте ветвь отрезанная. Она то вроде расцвела, но скажите плодово она принесет. Нет, нет, засохнет вскоре. такой мимолетный всплеск это случилось так очень очень быстро. Боюсь очень, чтобы как бы нам не обмануться, как бы нам не ошибиться. второе. Обращение к ангелу было сказано бодствуй и утверждай прочее, исправляй прочее все остальное, потому что здесь как бы уже смягчение идет. Близкое к смерти. Уже близко, но еще не смерть, поэтому возможность есть таковая, чтобы исправить. у меня вопрос, а как можно быстро, очень быстро поменять наше, ну, можно сказать, свое решение, свой стиль жизни, не все же так быстро делается. И что мы замечаем в нашей жизни? Очень крепкие, очень сильные и вдруг новость. А слышали ли вы, что нашли болезнь? доктора часто здесь в Америке говорят откровенно. Год, полгода, три месяца есть и уже степень, довольно-таки большая, четвертая степень, все. Не сильно чувствовалось, но скоро будут великие изменения. Поэтому, если мы говорим о теле, здесь все работает как бы очень быстро, а духовное, как видеть это духовное? А Библия говорит, чтобы мы видели. 1 Калифорнам 3.3 Ибо если между вами, слушайте, ну это в церкви наверное тоже есть, если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? А я скажу плотские. Вот это все очень близкое к смерти. Ну близкое к смерти. Но можно исправить. Или 1 Конвиттам 13.1 Если я говорю языками человеческими и ангельскими о любви не имею, то я медзвенящая или кимвал звучащий. О, так подождите. Так это уже духовный человек. Уже языки еще ангельские. Ну так о чем тут думать? оказывается и здесь может быть ошибка. Мы думаем, что мы живы. Языками говорим и что-то делаем. А надо задуматься. Господи открой нам наше состояние. Помоги нам, благослови нас. Да собственно и так себя очень хорошо знает. Поэтому обратите внимание на следующий стих. 1 Калифорнам 3.18 Никто не обольщай сам себя. Не обольщайте. Вы можете себе надумать и можете себя приподнять. Вы можете себя разукрасить, но не так работает у Господа. У него есть своя правота, у него есть свой суд. Зависть, гордость, разногласия, соблазны. Это все близкое к смерти. И апостол Павел говорит, я вас раньше уже предупреждал. И сейчас опять тоже предупреждаю, что поступающие так Царство Божьего не наследует. Все. Друзья дорогие, а если у нас такое есть, размышляйте, убираем все, что можно убрать, дорожите вашим миром. Жизнь по плоти очень опасная, жизнь по плоти близкая к смерти, но есть шанс. Храни, что ты принял и покайся. Пятницу Валерий проповедовал в церкви, держить, что имеешь. Вы знаете, что держать свое, что у вас есть, тяжело? Очень тяжело. На одной из свадеб мы были и там сделали простую сценку, очень простую. и жениху, и невесте, и дружкам, и всем раздали по одной бутылке воды и сказали, вот подержите, пожалуйста. Ну, я думал, что я возьму и хоть с полчаса, но уже подержу. Попробуйте дома, придите, посмотрите, сколько минут вы будете держать, и как начнет у вас турбулейшн такой, вот мандраж, и ваша бутылка будет растись, и ваша рука пойдет вниз. Простое нельзя долго удержать. Духовное состояние не ржа удержать, если вы его не пополняете. Силу нашу не кушая, мы не сможем ее держать. Нам надо держать и близкое слово храни. Храни здесь, что имеешь. Держи, что имеешь, храни, что имеешь. Поэтому лучше не заигрывать с грехом, потому что грех рождает смерть. Третье. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Вау! А я себе думаю, а как же так случилось? Несколько человек в этой церкви сумели себя сохранить. они названы достойными. Они будут ходить со мною вот вместе в белых одеждах. Они выделены. Я их смело обчеркнул себе и написал красными. Праведники. Вот это праведники! Как они могли сохраниться? Церковь как бы мертвая, пастор они видят тоже, да и все как бы понемножку неправильно видят. А остались люди, которые видели правильно, которые достойные. Не осквернившие себя особые люди, преданные Богу. Правда, еще раз замечу, таковых людей было мало, очень мало. Да как же! Очень трудно сохраниться в этом мире. Что мешает нам? Давайте еще очень быстренько открою вам и вскоре будем идти к молитве. Матфея 7, 15. Что исходит из него, то есть из человека я сокращаю, то оскверняет человека. Послушайте второй стих. Матфея 15, 18. А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Слышите из уст наших о-о-о. Много можем сказать? Можем. А чем и нет? А после что? Слова полетели, куда их деть, как их выловить? Можно поизвиняться, исправить дело, привести в порядок. Иакова 3, 6. Более детально. Язык огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни. О, Боже великий! Так кто ж думал? Ну, плохие дела-то да, а тут все так очень просто. В центре движется, много говорит, много всего может наделать. Более того, написано, что это огонь. Огонь зажигает. Вы посмотрите, сколько домов сгорело. И вот здесь у нас мексиканчика поймали. Чуть-чуть запалил, а выгорело целое. Ваня Исаия говорил, вот где мы ездим, кемп с правой стороны вся сгорела. И дома многие сгорели. Все сгорело. зажигает огонь и распространяется. Второе. Оскверняет все тело. Беду приносит для телу. Заражает тело язык. Третье. Воспаляет круг жизни. Это даже в жизни уже становится плохо. И туда не пойди, и там не встречайся, и там не общайся, как-то тесновато стало на земле, и как в тюрьме неправильно. Очень таки неправильно. И так когда мы осквернены, то это большая инфекция, которая поражает нас. Язык портит всю дальнейшую жизнь, и даже в церкви. Что, какой совет? Ищите мира и стремитесь к нему. Искать, стремиться, хотеть. Второе. К миру призвал нас Господь. Это чтобы нам не быть мертвыми, быть живыми. Хотите быть живыми? Будьте мирными. Не образовывайте группы, не рассуждайте о ком, не заигрывайте, что-то там придумывайте. Делайте дело, спасайте каждый из себя. Каждый из нас даст за себя отчет Богу. Что посеет человек, то и пождет. Мне недавно позвонил один из наших Криворожских, рассказывал о ком, и говорит, сей, друг, научти, сжать придется. Да, действительно. Мы можем говорить кому угодно, но это ведь к нам, каждому из нас. Сжать нам придется. Без мира третьей и святости нельзя увидеть Господа. Мы покаялись. Господь подарил нам белую одежду, не правда ли? Вот мы все знаем, Он нас сделал новыми, Он нас сделал святыми, Он нас сделал родными, но мы можем запачкать эту одежду и нам нужно ее хранить. Для нашей мирской вот такой одежды у нас очень много стиральных порошков, у нас много хороших стиральных машин, автоматы. И посушат, и прогладят, и просирают, и опять как новенькая чистая. А как с духовной одеждой быть? Господь дал ее, и знаете, что хочет? что мы ее берегли. Другой нету, их нету много покупать в магазине. Поэтому Божье Слово учит нас, Дух Святой подсказывает нам, а что очистить нашу духовную одежду, скажу. Кровь Иисуса Христа омоет от всякого греха. Но к этому надо подходить правильно. Неправильно проблема, неправильно осуждение. А можно не участвовать? Можно. Но это воспоминание, это смерть Христа, это наша победа, это наше спасение в крови. Поэтому берегитесь, чтобы нам стараться не пачкать нашу духовную одежду. Рекомендация. Поступайте осторожно. Никак неразумные, Библия учит, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Да, действительно лукавые. Тем более у каждого из нас свое время. И кто его знает? Я уже часто рассуждаю о своем времени, но от меня сокрыто. Поверьте, ничего не могу знать, хотя хотелось бы. Итак, спрошу вас себе ответьте. Как-то в церкви спросили, деток было много, скажите, что есть, вот, говорили о духовной одежде, она очень такая белая, неправда, мы так представим, весон чистый и светлый, так, да? Окей. Спросили в церкви, что есть белое, самое белое, вот, что нас окружает. Ну, спросили деток, детки, скажите, пожалуйста, что вы считаете самое белое? А было перед свадьбой за неделю. Детки говорят, знаем, невеста, фаты, фата, все украшения невесты, ну, понятно, белое. А кто еще скажет? Более взрослые сказали, снег, на улице снег был, посмотрите, какой чистый и белый. Говорит, правильно, материальном подходит и туда, и сюда, понятно, и фату берут, самую новую, и снег, понятно, он чистый и хороший. А как же нам с духовным? Кто скажет, а в духовном свете, что мы можем показать очень-таки белое? И вот встает один известный браток, проповедник, благословенный, и говорит, в сердце прощенного человека, и после восклицает, аллилуйя, скажу вам, я согласен. Прощенный белый, прощенный и свободен, прощенный и не запачкан, он готов для того, чтобы делать любое дело. Все, кто покаялся, помню, вот сколько у нас приходили, да им, что ты не говори, они на все готовны. Холодная вода, теплая вода, крещение, говорит, подождем, нет, так зачем же ожидать? Ничего, говорит, не случится, абсолютно ничего не случится в жизни. Давид молился, сердце чистое, сотвори во мне Божий, и дух правый обнови внутри меня. Заключению, так вот, посмотревши на это все, а какой категории мы себя причислили? А куда мы себя записали? А какие же мы? А вы сами себе вот сейчас говорите с собой, рассуждайте, как бы себя ставьте на какие-то вот там есть один, два, три, четыре, не знаю, как, как-то, ну, делайте себе какую-то возвышенность, но только достойную. А для того, чтобы было достойно, Библия советует, покажите вере вашей. Что мы можем показать? Словами мы уже увидели, ой, нема как, что, показать. Сидя сзади, мы ничего не сделаем. Поэтому прошу вас, родители, трудитесь сами, мотивируйте ваших детей потрудиться тем трудом, каким только можно потрудиться. Примите это слово вашим сердцем, потому что тема проповеди имеющий ухо слышать, да слышит. Что я хотел бы еще в заключении сказать? Рассуждайте дома, исправляйте ваши пути, пока еще есть время. И помните, первое, только побеждающий облечется в белой одежде. Побеждающий. А мы все должны бежать для того, чтобы победить. Второе, не изглажу имени из книги жизни. Третье, исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Библия еще имеет некое определение. Побеждающий наследует все. Слышите? Бог хочет дать побеждающим все, всю полную полноту. Так бежите, чтобы получить награду. Мы все приехали в добрую страну, мы все имеем полный достаток, мы все имеем добрую возможность послужить Богу, прославить его имя. Титул 2, 11, 12. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похочи, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Вот какой совет Библии целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем нашем веке. Еще. Выслушаем сущность всего. Бога бойся и заповеди его исполняй. Пожалуйста, давайте возьмем это себе на заметку. Все необходимое, если суммировать весь, вот, все это слово, мы имеем. Мы имеем Божью инструкцию его слово. Мы имеем Божью школу на земле церковь, которая учит нас. Мы имеем Дух Святой. И поэтому слово сегодня к нам. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквам. Три друзья, очень вас прошу. Мы живем действительно в опасное время. Сделайте все возможное, что только можно сделать. Увидит Господь. Оценит все это. И я полагаю, в таком случае скажет хорошие слова, которые были сказаны ангелу некоторых церквей. пусть Бог вас всех благословит. Пусть Бог вам всем поможет. Мы будем сейчас идти к молитве. И если это слово говорило вам, и если это слово растворяется в вашем сердце и приобретает некоторую веру, что да, действительно, надо пересмотреть, нужно так ходить пред Господом, стараться делать дело Его, то я попрошу вас, потому что и это часто нарушается, сказать заключение, вам сказать на это слово Аминь. Аминь. Давайте помолимся.